Встреча с Популяционной генетикой Встреча с Популяционной генетикой Встреча с Популяционной генетикой И она благополучно дожила в наше время по видам Турецкой современной республики. Вот такова одна точка зрения. Вторая точка зрения это точка зрения новых аналогий, которая состоит в том, что на самом деле Стамбул действительно существовала после распятия Иисуса Комнина. Действительно появилась война между двумя частями империи, восточной и западной, и действительно западная часть вначале побеждала, действительно появилась в Латинской империи. Но через некоторое время, достаточно долгий промежуток времени, русским, поскольку западная часть была, восточная часть была русской, удалось его отбить. По большому счету, Турки современные, это как бы один из двух центров одной глобальной империи. Первой частью ее была Москва, а второй частью был Константинополь и Слава. Поскольку, считает Фабрин Косносовский, в свое время русские были двуязычны, то есть говорили на русском и на турском языке, то там победила как раз тюркская литвь. Вот эту гипотезу, которую мы должны иметь в уме, чтобы понимать, что и как там происходило. Давайте посмотрим теперь на генетическую карту по этой группе микрохомосомы наших современных турок. Тоже они такие. Давайте я ее запишу. Значит, сразу же скажу, что по генетической карте видно, что никакой это не народ совершенно, а это конгломерат народов, и по большому счету он опрофорнился как народ только в 20 веке. До этого это была совокупность народов, прожидававшие в одной империи. В этом смысле они похожи на немцев, они в этом похожи на итальянцев, они в этом похожи на греков и так далее. Это все, храбо говоря, не народы, по большому счету. Это конгломерат по каким-то политическим мотивам, как правило, даже с производством некой фальшивой истории, которая служит основанием существования каждого народа, они так и появились. Но, с другой стороны, мы знаем, народы действительно народы, но народы это поляки, народы это русские, по большому счету. Народ это, безусловно, сориольные финны, потому что в основании их лежит одна доминирующая гаплогруппа игрохомосомы. Я напомню, что такое игрохомосомы. Мужчина отличается от женщин тем, что у женщин две икс хомосомы, а у мужчины икс и игрохомосомы. В результате, что проделся мальчик, он должен получить хромосомы от своего отца, то есть Y, вот эту самую хромосому, от матери он ее получить не может, у нее просто ее нету. И в этом смысле Y хромосома постоянно передается от отца к сыну, от отца к сыну. И в результате это некий вариант, который сохраняется. Для женщин таким аналогом выступает метхондриальная ДНК. Метхондриальная ДНК передается только от мамы. Все мы носим, ни капли метхондриальной ДНК от своего отца ничего не несем, а все несем его от своей матери. В этом смысле говорят о метхондриальной ДНК. Поехали, значит, давайте. Игорь, извините, я бы сказал, что немцы тоже не попадают подложить? Да, немцы или немцы? Немцы, немцы. Немцы попадают, немцы народ. У немцев доминирует одна каплогруппа, так называемая N1B. Вот она у них, говоря, сильным образом доминирует, и поэтому они, на самом деле, народ. Так, поехали. Значит, турки. Первое, что бросается в глаза, это наличие больших количеств гоплокомы, обозначающих символом Я. Что это такое? Это типичная марка негров. То есть, негров в Венео писал в середине Африки. То есть, турки несут в себе очень большой процент негритянской крови. Это может казаться, может быть, странным, но я могу сказать, что у итальянцев он около 20%. Его много у немцев, его много у греков, он встречается у каталонцев и так далее. По всему югу негритянской крови очень много. Вы будете смеяться, но у русских 0,4%. То есть, 4% у нас имеют негритянский кровь. Так, после этого Ай идет. Это Балканно-Скандинавская гоплогруппа. Что такое Балканно-Скандинавская гоплогруппа? Ее много у каких-нибудь там герцеговинцев, сербов, хорватов поменьше чуть-чуть. Вот всех, которые на Балкане, скажу. И много ее у шведов и норвежцев. То есть, я всегда говорил ситуацию Квиннам. Такое ощущение, что была некая пространство, заполненная представителями этой гоплогруппы, которые потом раздвинули представителей другой гоплогруппы, которую я называю условно прорусской. Так, Ай. Поехали. Так, Туркин, 0,14. 0,14. Дальше. Что еще как бы интересно? Дальше. J2 я ее называю. Вот ее 0,21. Что это такое? Максимальная концентрация достигает одни страны от практически чеченцев. Ее очень много на Ближнем Востоке. То есть, эта гоплогруппа характеризует всяких ярданцев, ливанцев, бывает даже алгерских берберов. И у нас на Кавказе она достаточно широко распространена. То есть, грубо говоря, на Кавказе две основные гоплогруппы. Это первая J и вот эта E2. J2, как правильно произнеси это? J. Если J, то это максимальное количество на у осетинов. Если вот эта, то на максимальное количество у чеченцев. Это очень тоже забавно. Оказывается, что, по большому счету, кавказские народы можно разделить на две большие группы. У одних доминирует одна, у других доминирует вторая. Вот эта G, она больше, как на Кавказе, нигде не встречается. Показательность тут урока имеется всем. Это G, 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 G. Это G, G, G. Нет, это G, а там H2, H, по-моему. Нет, H это E, как бы. Просто. Это G, G. А вон ее. А вон ее. Вон ее. Вон ее. Я ее называю, да. Тут G, а тут G, да. J2. Теперь давайте проверим, значит, вот эту штуку. И, грубо говоря, вот этими тремя главными составляющими описывается турецкий эденс. Теперь давайте смотреть, как группа второго порядка. Группа второго порядка наша знаменитая R1. Как в смысле? Описывается турецкий эденс, это что? В смысле вот? Верутся современные турки, они берутся анализ фронт. Ну, три компоненты, вот они в сумме составляют, значит, 45%. Сумма это не показатель. Это просто, ну, грубо говоря, это не является их процентностью. У тебя, может быть, я так понимаю, что одновременно E и I. Как-то вот так. То есть R1. Ну, не является стомасом по центру. Ну, тогда по-другому что? Это вот эти гаплогруппы наиболее часто встречаются, значит, у... Да, они наиболее часто встречаются. Эти гаплогруппы наиболее часто встречаются у турок. Почему я говорю, что они не являются этносом самостоятельным? Потому что давайте возьмем русских, вот у него русских, вот R1, A1, или R2, R1, A1, вот такая. Вот просто A, R1, R... Видно, нет, R1, A1. Так они вот здесь порядка сорока пяти процентов достигают. Сорока пяти процентов. Если вы возьмете, например, грубо говоря, евреев в их верхушку, то есть от группы коинов выбираете в Ашкеназии, потом у них коинов, а потом у них внутри левитов. Так у них русская хромосома достигает шестидесят пяти процентов. То есть это вот, это не вот вообще, сто процентов на русские получается. Это очень многое. Представляете, да, себе? Вы представляете негров Гвинеево-Бисаво, да? У них вот это E 99,9 в периоде. Вот это народ. А это не народ. Это непонятный конгломерат турки. Так, а турки это у вас кто? Это жители современной Турции? Современные Турции, которые считают себя турками. Ты подходишь, спрашиваешь, а кто ты такой? Я турок, а кофе ты от него держишь? Ну, хочу. Тогда мы получаем этот анализ. А все там левийцы, там сутанцы и так далее, это не они, да? Да, сутанцы не они, это E в основном. А левийцы, вот, ну, левийцы тоже, там тоже очень много, сильная E концентрация. И вот это G2. Ну, там есть еще другие интересные вещи, но я сегодня как бы не готов об этом говорить. R1, A1. Значит, его турок здесь всего 0,02, 0,06 процента. И еще, значит, что здесь еще оказывается? Не десятых процентов, а процентов, видимо. Процентов, да, да, да. 2,6 процентов. Да, 2,6 процентов. Ну, значит, первое дело хочется сказать, вот он, вот он русский свет. Это, кажется, правдоподобно. Правда, оказывается, почему у русских вот эти EGAPLA группы, они примерно равны, их концентрация, да? По 0,45. А здесь 2,6, то есть различается в три раза. Почему так, как так, почему может быть такое. Что это странное, может это ошибка измерений. И хочется действительно воскликнуть. Русский, 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 русский свет. Я, кстати, совершенно непонятно, если вы не знали, откуда такой русский свет у турок появился. Ну, это мысль, очень простое объяснение. Это не ощущение, как ни к Носовскому, ни кого-либо еще. Мы знаем, что у турок была пехота, элита, гвардии, янычары. А янычары — это дети, дети славян. То есть это и так бирали его родители в маленьком возрасте, и воспитывали верности первого русского султана. Но славяне это какие? Это не русские, а это где-то сербы и хаваты. И можно определить, что оттуда сербы и хаваты, вот эта русская гаплогруппа, поникла в турецкий этнос через янычар. Тоже можно предположить. Но посмотрим, что еще у них есть. Вот. Еще у них неожиданно оказывается, что у них есть такая гаплогруппа, как Н1АФБ, которая составляет 0,03. И Н1, у меня тут неправильно обозначена цепь в сильном месте, которая составляет 0,02. Что оно такое? Мы видим, что у вас Н1Б примерно равно, состояется даже больше, чем Н1А. То есть вот этой самой странной какой-то гаплогруппы 3% крови оказывается. А у русских, например, если вы возьмете современных русских, то вы у них увидите, что она составляет порядка 1% от популяции. Вот для русских вот это интересно. И вот у нас возникает вот такая проблема, которую я называю проблемой гаплогруппы Н1Б, которая состоит, что откуда у современного турецкого этноса это финно-угорская гаплогруппа. Это все финно-угор. Н1С это, типа говоря, финская. Она является третьей по значению в русском этносе. А вот Н1Б в русском этносе очень слаба и плохо представлена. Теперь нам надо постараться понять, кто же и каким образом мог притащить ее туда, на Ближний Восток. Кто мог ее притащить? Каким образом? Значит, у кого она, по большому счету, активно встречается? Встречается она у немцев, у хантов, у манси, у дудмутов. И достаточно много ее встречается у татах. Поэтому задачка эта решается очень просто. Нам надо найти какой-то этнос, который мог бы дать нам такое большое количество этой редкой аномальной гаплогруппы в турецком этносе, в свою очередь, вклада, но который был бы тюркоговорящим. Ну, на мой взгляд, задачка эта решается однозначно. Безусловно, это татары. Да? Кто же такие татары, опять, с генетической точки зрения? Опять бросается в глаза, что это ни в коем случае, не знаю, как ее нарисовать, что татары, это ни в коем случае не народ. Значит, поехали. Значит, Е, негритянская галагаплогруппа, 0,04%. Ай, балкано-скандинавская, татарах. 18, ой, 0,18, я все здесь буду написать. Дальше, вот она наша, N1B, ее целых 0,21. Она главная определяющая, собственно, татарский этнос, 0,21. Потом идет N1C, это которая вот наша. Она идет 0,13. То есть, вы видите... Русская? Не русская, финская, скорее. Ты говоришь, наша. А? Ты говоришь, наша. Потому что она у русских является четвертым по значению, по компонентам. Потому что она наша, северная. Ну, начали это потому, что я помол. И, по всей видимости, если взять у меня кровь. То у меня-то она как раз и будет она. Внутри меня. Не русская, а поскольку... У меня просто отец, дедушка, бабушка. Они все жили на одном острове в Дельте и Северной Двины. У меня у бабушки фамилия тоже Данилова. Как и у дедушки. То есть, там на всем острове было две фамилии. И они там между собой не буду наскрещивать. Поэтому велика вероятность, что на этом Дельте... Поэтому я и говорил, что у меня именно вот такая каплогруппа. Так. И дальше русская вот эта самая Р1А. Ее 0,19. И Р1А1. Ее тоже 0,19. Вот. Обратим внимание на большую концентрацию вот этой самой гаплогруппы. Н1Б. Той самой. История, которая была столь загадочной, оказалась в крови турецкого народа. Притом я внимательно посмотрел все крестные народы кругом. И у кого ее нет. Совсем. А у Турок она есть. И откуда она взялась? Это ненцы, ханты, удмурты, манси и так далее. Это... Как я не говоришь, извини, ненцы или немцы? Ненцы. Ненцы. То есть сейчас ненцы. Ну и ханты и манси. Кто не ход с ней? Ханты, манси, удмурцы. Все возможные. Складывается такое впечатление, что... И что очень важно видеть. Мы видим, что концентрация ее примерно такая же от русских гаплогруппор русских. Как и вот эта ненецкая, ханты, мансийская. Ханты, мансийская примерно такая же. Если мы вспомним кровь турецкого народа, который я только что рисовал, она примерно так она и есть. Поэтому есть большое подозрение, приходящее у меня в полную уверенность, что Фоменко в этом смысле абсолютно не прав. Не русские в войсках, в которых были татары, взяли Стамбул тогда, основали атаманскую порту, а просто самые, что они из татары, без какой-либо капли и примеси русских, взяли этот Стамбул. И это очень странно, потому что кто же это такие? Коми, ханты, манси? Нет? Извини, а там для татар характерная какая? Для татар никакая не характерная, но больше всего вот эта наша самая загадочная Н1Б, которую мы неожиданно обнаружили в крови турок, не обнаружили бы ни у какого народа, где мы его обнаружили. Она для кого характерна еще? Ханты, манси, немцы, удмурды, и их там больше гораздо. Ну и разумеется у татар больше всего. Смотри, а у татар сколько? 0,21. 0,21? Да. А у татар сколько ехать? А у татар 2. Ну так я вот, честно говоря, не понимаю рассуждение, а что из-за этих 3% вы, так сказать, всю математику разводите? Ну что, ну 3% это, во-первых, может быть и точность измерений, а может быть и... постороннюю совершенно гаплогруппу. Мы начинаем интересоваться, откуда она там взялась. Ну вообще, говоря, турки, мы видели по их генотипу, что они, грубо говоря, совокупность народов, которые там и живут. То есть это балканская, скандинавская, это J2, которая там живет по Ближнему Востоку, это негритянская, все это было. И вдруг там ненцы. Ханты, манси, татары. Почему ты не можешь предположить, что гаплогруппа была передана не напрямую от ненцев, а через русских, она же есть у русских? Да, правильно. Просто русские, скрещиваясь с остальными... Правильно, правильно. На это тебе я ответил. Тогда какая у тебя была, если бы она через русских бейера была? У тебя бы русская пропорция соблюдалась. Понимаешь? Если у тебя я родина 0,45... А это... Ты считаешь, что у них осталось бы правее русского группы? Нет, подождите. Минуточку. Мы сейчас говорим русские, татары, те, се, да? Понимаете, это термины наши современные. А если мы идем о взятии Стамбула, это XV век. Понимаете? Какое тогда было распределение народов? Я подозреваю, что на территории современной, скажем, России, ну, не было еще вот такого понятия русского в современном смысле или тотально в современном смысле. И, кстати, сказать вот, что касается там новой хронологии. Ведь, согласно новой хронологии, те, не знаю, вы знаете, как народ, армия, как ее хочешь называть, та армия, которая взяла Стамбула, прежде основала Казанское ханство. Да. Вот. То есть это как бы уже говорит о том, что, соответственно, у современных турок и современных татар, они должны быть, так сказать, много общего. Мы с этой точки зрения и находим, что у меня получилось все очень неплохо на самом деле. У меня получилось, что примерно турецкий этнос основали, как ни странно, татары. Ну, так, грубо говоря, в отношении мужчин один к семи. То есть где-то шесть было их из той страны. Ну, то есть здесь местные, да, аборигены. А где-то семь было, по всей видимости. Один на семь – это был пришелец. Пришелец севера. Скорее всего, с Волгием. Да, у меня так получилось. То есть доминируешь, ну, наверное, было бы сказать, не татары, потому что слово «татара» всегда отсылает к современному понятию татарин. Ну про татарин. Да, а скажем, некий южно-российский этнос какой-нибудь. Южно-российская группа народов. Но понимаешь, почему южно-российский во-первых? Во-первых, он северно-российский, po-утем. Ну татары – не северно-российские. Ну как это? Людмутре. Всево-нутрые и татары… А вот средние пополще. Ну так и чего? А я не знаю, для меня это по-прежнему север. Нет? Совсем по сравнению с Ярославлем, Голубой. Да, они считаются севером. Ярославль, Голубой, Голубой тоже считаются севером. Нет, ну я могу сказать, что как раз мы с вами были в городе Тутаеве, в Роману и Борисоглевске. Это бывшее место проживания татар именно. Но это уже там позднее. Южными считаются только украинцы, белорусы и далее. Нет, ну южные это то, что действительно южные. Ну как их можно назвать южными? Ну как в Казани, это что? Ну ханты и мальцы тоже живут южнее максимум, чем в Санкт-Петербурге. Ну можно назвать. Ну как ханты и мальцы живут южнее Санкт-Петербурга? Южнее. Еще раз говорю, это мы, георгическое разделение юбки-север не относится к разделению народа. Это же примерное обозначение, чтобы так примерно показать, что южнее живут. Это все, господа, кажется. Мы когда спустяемся на восток, у нас психологические понятия северо-юга смещаются под нашу шинам. Кто нам скажет, что Владивосток – южный город? Никто не скажет. Владивосток находится на широте Сочи. С вами сомневаемся, что ненцы – это северный народ? Ненцы. Или коми. Коми – северный народ? Да. Коми. А эти, которые жили под Ярославлем, татары, они северные или южные? По отношению к Стамбулу. По отношению к Стамбулу. Нет, подожди. А северные. Тут, может быть, такие, условно говоря, объяснения. Это же не значит, что, скажем, со стороны коми или ненцев пришли люди, да, и там, и прошли, так сказать, и попали в итоге в Турцию. Да. А просто, может быть, из какой-то там центральной части, да, там, одни пошли на север, а другие пошли на юг. А в центральной части их не осталось. Не осталось? Не осталось. Это вот интересный случай. Н1Б – это же финно-угорская габлоглупа, при том, достаточно экзотическая, восточная и так далее. Коми, ненцы, ханты, мальцы, мурты, татары. Вот это кто такие. И вдруг мы находим ее в кроме современного турецкого этноса, в промышленных масштабах, то есть 3 десятых процентов. Разве не удивительно? Так, прежде говоря, они могли, эта габлоглупа, вот как раз из района современной татарии, могла распространиться в сторону ханты и мансы, а другая, скажу, в сторону там… Скорее всего, не могла. А по той простой… Ну, нет, ну, в общем-то, в воздействии, не могла. Если считать, что современные татары, к тем татарам имеют отношение такое, что находились под господством русских долгое время. Отсюда вот у них 0,19 – это позднейшее приобретение уже татар. Кто знает, может быть, про-татары были чисто финно-угорским народом. Чисто финно-угорским. Я, кстати, хочу заметить еще один такой важный факт, пока я про него не забыл. Считаю, что финно-угорский народ – венгры в Европе. Они сильно говорят о финно-угорском языке. Но по результатам генетических анализов они ни в коем случае не являются финно-угорским народом. Они являются ближайшими родственниками, практически генетичными своих соседов чехов. То есть там славяне, там западноевропейская гаплогруппа и всякие вот такие вот вещи. Такие очень забавные. А это как-то, как говорили, учитывая переселение народа и все? Ну, я пытаюсь, конечно, про это сказать. Но вот я говорю, что есть поразительный факт, как у современного этноса существует гаплогруппа. Единственное, тюрк, тюркский этнос, который несет в себе ее много, больше, чем чего-либо еще, и говорит, грубо говоря, на близком языке туркам, это наши современные татары по-гоужски. Такое ощущение, каким образом они туда попали. И при том, по генетике, по всевозможной, оказывается, что они туда попали одни, без русских, совершенно. Что следы русских, они примерно такие же, как и тюркские. Вот вы обратите внимание, что у нас здесь у современных татар русской гаплогруппы и этой самой, у нее примерно одинаковое количество. Чем мы наблюдаем и у турок-стамбулов. У них этих гаплогруппы, конечно, меньше, они распроены в общей массе, да? Но их одинаковое количество. Там, вспомним, у них было 0,03, вот здесь было, у турок. А здесь было 0,02 и 0,06. То есть, грубо говоря. Поэтому есть большое подозрение, что те про-татары, они были чисто финно-угорским народом. Вот это им добавилось позже. А в турок, вот этот самый компонент, он появился через сербов и хорватов, которые были янычанами, то есть гвардейцами на службу турецкого султана. То есть, вот так в этом, грубо говоря, состоит моя гипотеза, которую я сегодняшний день... Которую я пытаюсь... Еще раз, первый, вначале, что ты сказал? Что есть? Ну, ты сказал, что... Перед янычанами что ты сказал? А, перед янычанами я хочу сказать, что татары изначально были чисто финно-угорским народом. То есть, гаплогубы Р1А и Р1А1, моя гипотеза, добавились путем поменьшего взаимодействия с русскими. Вот, из современного, грубо говоря. Ты понимаешь, что татары пришли из Карелии и Финляндии? Ну, ты же знаешь? Нет. Нет. Потому что Карелы и Финляндии это 1С, а не 1Б. Карелы и Финляндии... Это финно-угорская группа. Да, это финно... Нет. Их есть Н1А, 1А, Н1Б, Н1С. Н1А, я не помню у кого. Н1С это как газ Финляндии. Карелы, бепсы, ну, карелы всякие вот эти штуки. Игорь, а у русских, у современных русских, Н1А и Н1Б как представлены? Н1Б и Н1С, ты хочешь сказать? Ну, может быть, именно. Так, у русских они вот, чтобы полностью сказать, значит, вот это, Н1С, 0,16... 16%? 0,16. 16%, да. А Н1Б, вот это самое, у татар 0,21, у русских 1%. То есть 21 раз меньше. Если бы русские брали бы Стамбул и русские бы основали эту штуку, у них было бы соотношение, вот это примерно бы сохранилось. У них Н1Б было бы очень мало. А у них Н1Б как у татар. В такой же протекции, на Паховце, находится К1А1. А если мы берем еще сербов и хорватов, которые были иначальными, которые притащили себе эту добрую руку. Представляете, да? Себе притащили. И что получается? Какая-то странная история на Скорошествии. На что они похожи? Что мужественные ханты, свирепые мантии, умные ненцы, что вообще смешно само по себе и так далее. Взяли когда-то, отпустились вниз по Волге, прошли через Крым, захватили, грубо говоря, Стамбул. Основали одну из замечающих империй в истории человечества. И даже привезли им собственный язык. Я думаю, что как раз народ, как раз их, это завоевание, видимо, пошло, так сказать, и как раз из того района, примерно там, где современная Казань. А генетику ханты и мансы, скорее, все-таки наоборот. Из этого района пошли генетику из сторону ханты, мансы и ненцы. То есть на север, да? И на север, на юг, да? Просто если бы это было так, то тогда у хантов и мансы это выражено гораздо больше, чем у татах. Она 60-70% достигает. То есть они в этом смысле народу отличают от татахов. Какого достигает у них 60-70%? 70% н1б. То есть они народ, в отличие от татахов. Ханты и мансы – это народы, в отличие от татахов. Татары – это конгломерат, грубо говоря. Мы видим, да, что Балканская, Динавская, потом Карело-Финская, грубо говоря, немецкая, ханты-мансийская и русская. К северам примерно одно и то же. Скоро говоря, к ним попала, допустим, какая-то гаплая группа, поскольку они жили достаточно как бы изолированно, она там очень большой процент приобрела. Не знаю, я не знаю. Это я не готов отвечать. Но это, смотрите, господа, чего это позволяет такая точка зрения на воскрешить? Она позволяет на спросить идею татар-монгольского игоря. Обратите внимание, да? В прямом смысле. Возродить? Возродить татары. Казалось бы, полностью компрометированный, точнее генетика и идея татар-монгольского игоря. Ну, как это? А в монгол, кстати, что там творится? У монгол ничего подобного. У них там свои О, у них свои ИЦ, Ц у них Ц и О. Ничего, они не герои наши. Это О и Ц. Китайская О и монгольская Ц. Они не наши герои. Их здесь нет. И они здесь есть у казаков. Тогда получается, что и не было татарского? Монгольского не было. Татарское было, блин. Ну, да. Получается, что монгольского не было, а татарское было. Просто не там ищем. Там исход этого надо искать. У свирепых, арты, манси и кого-то еще. То есть тоже на востоке, по большому счету. Но на северо-востоке. То есть получается, что действительно определенное время на Уси очень похоже на то, что царствовали реально, грубо говоря, татары. То есть татарские князья. Потом произошел известного рода катаклизм какой-то. И татары из господствующего группы, при том люди были исключительно боеспособны. В результате взяли Стамбул и основали там одну из величайших империумствами человечества. Именно один, вот это Н1Б на это показывает. А потом произошел какого-то катаклизм. То ли все боеспособные люди ушли на юг, то ли еще как-то. Но получилось, что татары оказались в подчиненном неком положении. Начали активно разбавляться окрестными народами, в первую очередь русским этносом. Ну и дошли до того самого стадия. Ну, это очень-очень прикольная теория. Это, конечно, моя только гипотеза. Нашел там 3% экзотической гапа-группы у турок и разложу тут целую теорию, и казалось, что на этом деле. Но, тем не менее, дело вот так обстоит. Так, а вывод тогда, получается, ваш какой, что? В чем суть это получается? Что, вот я правильно понял, что, так сказать, жители в 13-14 веков вот этого среднего Поволжья, где современная Казань, да? Да. Они, в конечном итоге, спустились на территорию современной Турции, в том числе, вот на территорию и взяли современный город Стамбул. Да, да, да. И именно они основали группы. В качестве завоевателей, в качестве верхушки начали господствовать над местными этносами и основали, грубо говоря, турецкий народ, который в 20-м веку вот имел вот такое своеобразное... А в результате этого, так сказать, похода или как завоевания, само вот это, ну, центральное, так сказать, откуда они шли, там, ну, допустим, Казанская там земля, да, назовем ее, она, значит, как бы угасла, да? Да, она угасла, да. Но в какой-то смысле угасла. Ну, такой еще момент важен. Есть большая разница между современной Турецкой Республикой и Османской империей, да? Да. Мы знаем, что Османское завоевание коснулось огромных территорий, намного превосходящих территорию современной Турции. И поэтому, если бы, условно говоря, шел некий народ, да, с севера, там, откуда-то, пройдя, там, через, там, современную Татарию, там, Крым и, вот, как бы, вторнувшись, так сказать, в территорию современной Турции и в другие страны, так сказать, если бы это было так, то, соответственно, тогда и на территории, там, современной Югославии, Чехии, Венгрии, вот это вот, вот эти вот ханты-мансийские галпы-группы должны быть очень широко представлены, а так это... Вот они не представлены. Ответ они не представлены. Они полностью не представлены на Кавказе. Можете еще раз повторить, что-то я не уловил логику. Нет, они должны быть широко представлены, эти галпу-группы, и в других областях, во-первых, в туристском, армянском завоевании. Ну вот, ответ, ответ, что они не представлены. А не могло ли быть так? Ведь смотри, вот, условно говоря, шло завоевание, османская армия состояла из действительно очень большой группы народов, то есть она очень многонациональная была по своему составу. А когда территории были завоеваны, их, грубо говоря, начали делить, и, условно говоря, территория современной Турции, там, досталась... Досталась тюкам. Да, вот тем людям, которые... Досталась тюкам. Да, несли в себе вот эти вот группы, о которых ты говоришь. Не, быть может, быть может. Было бы интересно сделать, допустим, отдельный генетический анализ, скажем, турок там, скажем, восточных, и там... Ну это интересно. Южных там, да, западных, и, допустим, особенно район Истамбула. Вы знаете, я решил посмотреть, кто такие курды. Знаю курды, да? Самый большой народ в мире, который, наверное, собственно, читал. Ну, образец певицы Зара, да? Вот она, куртка. Вот. По их анализу, любишь, посмотреть. И посмотрел. И вы не поверите, это одно... Ну, грубо говоря, там нет никакой финно-луговской гаплот-группы, ничего подобного нет. Но у них есть R2. Я напомню, кто-то, кто меня раньше слышал, что у них вот есть такая R2. R2 90% достигает у одной из каст-индий. Она близкая к нашей русской. Постигает R2 у Кшатриев, так называемых. Еще в Непале встречается, на Шри-Ланке. Ее там 0,12%. Вопрос, откуда у курдов Малой Азии индийская гаплогутова касты воинов? Как так получилось? Больше тоже ни у кого. Вообще она очень редкая. Она буквально в 4-х местах в мире встречается. Непал, Шри-Ланка, Индия, в смысле касты воинов, Кшатриев. И у курдов. Знаете, мне кажется, что вот Ваша теория, и что Стас рассуждал, что это как-то не... Ну и современное представление о современной войне, когда передвигаются стотысячные или миллионные армии, вы, значит, стали переносить то, что было там 7 или 8 веков тому назад. Ну и, так сказать, а было ли раз же? Разве 7-8 веков назад передвижение там стотысячные или миллионные армии? Да, это правильное замечание, потому что сколько Венецианская республика предоставила для хрестоносцев 4-й хрестовый поход местных армии? А 33 тысячи все. Сколько? 33 тысячи. А это была одна из самых больших армии, считалось. 33 тысячи? 33 тысячи. 33 тысячи. Нет, ну это сказка. 33 лодки, может быть. Ну как там корабли? Какого корабли-то? Да. Само понятие тысячи. И я хочу сказать еще тоже, заметить, это то, что... Место корабля? Не корабли, я... 33 тысячи человек. А-а-а. Для перевозки 33 тысячи человек. Вот 33 тысячи, это не 330 и не 3 миллиона. Да, конечно. И мы видим, опять, как ни странно, в Краме современных турок западноевропейской гаплоглупы полное отсутствие всякого присутствия. Ее нет. А знаете, у кого вот там, на Ближнем Востоке она есть? Она есть в Краме, в Грузине. Я понимаю, столько же, сколько у русских, это и гаплорусских, где-то по крайней 4 процентов. Ну, а 4 процента русских, я объясняю только тем, что, грубо говоря, русские долгое время были завоеваны западноевропейской немецкой гинастией, в Грештега Топов. Тогда немцам было много на Руси, и вот эти 4 десятых процента сюда и нанесли. 4 процента? Да, 4,4 процента. Да, 4 сотых от популяции и 4,4 процента. Я только я не могу это объяснить, как бы я могу говорить. Да, это так почти не дошло. Но у нас есть удивительный народ один. Если кто-то хочет узнать, как выглядит русский европеец, то он должен ехать под Уфу и посмотреть на Башкир. Башкиры, западноевропейскую гаплоглупу почему-то несут с вероятностью около трех десятых. 30 процентов? 30 процентов. Как так получилось? Непонятно. А те же Венгрии, которые финно-укры, которые не имеют в себе ни капли финно-углупской крови. А татары и несут? Татары и несут ни фига совсем. Может, там какие-то уже десятые процента и несут. Это удивительно. То есть Башкиры и, например, татары, это принципиально два разных народа. Я бы хотел несколько замечаний методологического характера сделать. Просто здесь постоянно звучала такая спекуляция, что с отдельной гаплогруппой связан какой-то народ. Это немного странно, потому что, вообще говоря, понятие народа, оно возникает довольно поздно. И основа его не является какого рода род. Основой его является язык, общая территория. И поэтому говорить о том, что у какого-то народа есть какая-то гаплогруппа, это просто спекуляция. А на спекуляции строится, собственно, все по стране. Никогда так не бывает, что народ определяет какой-то гаплогруппой. Либо надо это специальным образом изучать и пытаться как-то определить, соответствует ли каждой отдельной гаплогруппе какой-то отдельный народ или франарод. И это надо как-то показывать и доказывать. Потому что, возможно, ситуация могла быть такая. Допустим, изначально какие-то народы они имели в себе определенное количество разной гаплогруппы и они всегда были такими, они не были иными, допустим. Это же надо опять же просто показывать и доказывать. То есть, основание твоего представления, еще раз хочу сказать, стоит гипотеза о том, что каждая отдельная гаплогруппа соответствует отдельный народ. Нет, основание, грубо говоря, я составляю в виде такой генетический Y-паспорт каждого народа. Просто он висит у нее частоты основных гаплогрупп, которые туда входит. И все. Не, просто еще раз... Вот, пожалуйста, вот тебе написано, здесь где у тебя гаплогруппа, которая определяет народ? Не, просто я еще раз... Раз, два, три, четыре. Четыре различные гаплогруппы, они... Ну, ты говоришь, допустим, что N1B определяет финну в горские народы там. R1 там... Русские, поляки, белорские... Еще раз, я могу быть, не очень точно выразиться, да? Есть две параллельные классификации. Классификация народов, она основывается на обществе языка и территории. Три, три. Три параллельные классификации. Одна это культурная и историческая классификация народов, вторая... Подожди, дай это раз, сначала свое слово выслушу. И третья это языковая. Смотри, вот, давайте начнем тогда еще более ниже опустимся. Я просто думаю, это понятно, да, как бы. Существуют страты. Вот есть биологический страт, то, что ты называешь генетическими какими-то особенностями. Это биологический страт. Есть страт культурный, да? Это когда различные люди, различные, как бы, группы людей, да, связанные с собой какими-то культурными основами. И есть третий страт, политический, да? Когда люди связаны обществом, территорией, да, вот, какими-то государственными основами. Вот эти три страты, на самом деле, они не идут параллельно. И в отдельные страты может получиться так, что биологические люди, различные на уровне биологическом, могут быть объединены на уровне культурно-историческом и на уровне политическом. Понимаешь? И наоборот. То есть, для того, чтобы делать выводы о том, что если, слово народ, еще раз говорю, взято из страты политической, либо из страты культурно-исторической, для того, чтобы отсюда проводить параллельно и проецировать эти различия на уровень биологический, нужно какую-то методологию разработать, нужно объяснить, каким образом это можно делать. Иначе получается какой-то биологизм, при котором народы различаются, исходя из какого-то генетического ухода. Это ведь не так. Изначально слово народ, еще раз повторяю, не возникает как биологическое некое определение, оно возникает только как культурно-историческое и политическое. Почему? Ну, если взять корень слова народ, то там же корень род, а что значит приставка на роду? Так я понимаю, вот как народ. И с другой стороны, может быть, тут Игорь некорректно называл, что, так сказать, определяет народ, может быть, ну, просто, чтобы не говорить более длинно, там, группу людей или какую-то общность людей, вот. Ну, ну, кто считает себя народом? Народ считает себя немцем. Немцы считают себя народом? Считают. Смотрим на языковую штуку, видим, что языки близкие, но все-таки разные. То есть, не баварисы не понимают гамбурцы, грубо говоря. Ну, нет, условий народ, понятное дело, что присутствует понятие рода. Смотрим, посмотрим его на генетический портрет. И тоже видим, что у него габлокруп очень много. То есть, у него нету как бы единого этноса, который породил современных немцев. Нету. Поэтому здесь, конечно, понятие народ отличается от его генетического портрета. Ну, это естественно. У Турок он отличается, у Татарь отличается. А, грубо говоря, у чеченцев не отличается нифига. На самом деле, этот разговор про генетстраток аналогичный разговор о том, можно ли человека свести к его генетическому коду? Нельзя. Нельзя, правильно. То же человек есть также еще и сознательное существование. Чего, да? Потому что он имеет культурно-исторический код. Нет, это тоже какой-то культурно-исторический код. Это практический код несет. Я даже мне хочется сказать словами героя Достоевского Докума. Раньше я вас просто любил, теперь еще и уважаю. Это высокоморальная, замечательная... Да, при чем здесь высокоморальная? Просто вся эта теория строится исключительно на том, на самом деле, что берутся какие-то спекулятивные слова, которыми в нынешней карте мира обозначаются какие-то отдельные то, что мы называем сейчас народами. Независимо от того, откуда слово это произошло. Мы называем сейчас народы татары, русские и прочее. А потом это различение переносится на генетические различия и пытается... И ты пытаешься сделать выводы из некого генетического различия, сделать политические выводы, как народы с друг другом соотносились. Это методологически просто необоснованные выводы. Потому что для того, чтобы это обосновать, сначала надо построить всю методологию, каким образом современные народы, то, что мы в современной ситуации называем народами, пришли к тому состоянию, к которому они сейчас находятся, в генетическом отношении. Потому что они могли случайным образом захватывать определенного рода конгломераты людей, живущих на какой-то территории. Благодаря распространению культуры и расширению границ государства. Хотя бы возьмите рабовлю, давайте смешиваться. То есть рабы, которые там выводились тысячи. Еще раз, давайте попробую еще. Потом наша история, она в общем-то сколько там, 5-7 тысяч лет письменная. А что было до этого? Как письменная вообще? Какие 5-7? Я так понимаю, что вообще значительно меньше. Это 400-600 лет, можно сказать. Есть там надписи на камнях, которые сохранились 5-7 тысяч лет. Можно смотреть. Еще раз просто спуститься еще ниже. Представим, что действительно где-то там в глубокой древности существовали отдельные чистые роды. Потом эти чистые роды по мере их роста там это... Смешилось. Нет. Допустим, идеальная ситуация. Существовали такие роды. Во-первых, надо доказать, что эти роды имели чистоту отдельной гопологруппы. Доказать, что существует такое понятие, что гопологруппа связана с конкретным отдельным родом. А не получается ли так, что вот, например, гопологруппа, которая нарисована сейчас на доске, ну, я примерно говорю, да, соответствует какому-то одному роду? Просто? И всегда соответствует? Всегда соответствует, да. Нет, допустим. Такое же может случиться? Ну, так оно и есть. Отвечает одному роду, правильно. Нет, еще раз говорю, ты путаешь слово род и народ. Я сейчас это различаю. Нет, именно роду, и не народу, а роду на соответствует. Просто народ это... Балканы, скандинавские, вот у них была такая семья, вот они все, у всех сто процентов, и как у современных негров Гриней, у Бесао, у них Ай сто процентов достигал, у негров тоже сто процентов. Они все в себе носят вот только одну гопологруппу, ничего другого нет. То есть, я же это не хотел выяснить, я хотел сказать, не можешь обосновать, что отдельный род является носителем отдельной гопологруппы. Да, носительный род и чистый род. Да, чистый род, да. То есть, это можно доказать? Ну, да, да. Не доказать, но как бы вот из этой схемы получается, что есть два ярко выраженных примера, да? Это Гриней, Бесао и Чеченый, да? Ну, их много на самом деле. А? Да, пожалуйста, евреи и ашкенази, которые кованные левиты, тоже ярко выраженный пример. Как понять, кто евреи? Ашкенази и левиты. Ашкенази? Ашкенази. У них есть евреи Сефарда и Ашкенази. А где живут эти евреи? Ну, сейчас они где только не живут. Ты просто спрашиваешь, вот. Вот тоже тебе пример. Вот еще один пример. Их много достаточно. Или на сколько групп всего? Ой, около 350 штук. Да, всего лишь было, значит, на Земле 350 работ. Да, 350 штук, да. То есть, 350 работ потом. Да, род-то был один, а потом он расходился, грубо говоря, на русский. Ну, вот, да, то есть, грубо говоря, на сегодня около 300 этих групп. А, новый раз могут появиться какие-то исчезли? это, да, исчезать могут, конечно, исчезли. Появляться новые. Дайте вопрос. Далее мы тоже. группа такие, монолитные. Новые, новые. тихонечко, они расходятся, расходятся. Список этот, он как вот в ДНК, как бы, сам, молекулы, или же могут появляться там еще какие-нибудь буквы? Ну, они могут появляться новые буквы, потому что процесс мутации происходит, но он сложен и не объясним, достаточно непонятен, поэтому я его просто даже не включаю его смотреть. Для меня, в моей системе, действительно, у тебя некий слот, который носит, как венера, бисар, 99%, а для гоплоглупы, потом они рассеяются, начинают смешиваться между собой. Но всегда мальчики несут на себе гоплоглупу своего отца. Если у тебя появился, например, ну, какой-нибудь там новый отряд, скажем там, ну, те же самые чеченцы, это Балкана, у них будет Балкана, у них будет 80% вот это J2, а 20% будет еще другой гоплоглупы, по-моему, J1, которая активно представлена, скажем там, в лжицких племен, или в том же Судане, или еще. Понимаешь, народ может быть из двух гоплоглуп, из трех. Финны, например, это тоже образец, они всего-то другие. Понимаешь, очень много неожиданных вот эти евреи, шкенази, и, наверное, эти евреи, эти самые, гвидеи, они, наверное, там живут очень изолировано. Возможно, ведь возможно же такое, что при изоляции происходит вытеснение одной гоплогруппы всех других. Это правильно. Это правильно. То есть, изначально в народе может быть много гоплогрупп, но если народ будет изолировано, остается одна. Нет, вытеснить они не могут одна гоплогруппа другую. Что это значит? Нет, может быть, может быть, что, скажем, одна гоплогруппа станет 100% у всех 100% населения этого народа, да, но при этом будут еще какие-то гоплогруппы, допустим, представленные за достаточно большим процентом. Они в сумме 100% не должны давать. Знаешь, как ни странно, Валя здесь в этом смысле может быть прав. Представь себе какую-то гоплогруппу, у которых у тебя 80% одно и 20% другое. Но та, которая 20%, она, скажем, связана каким-то образом с отрицательным резус-фактором крови, да? и ты оказался в некий период, когда у тебя приходит много-много конфликционных заболеваний. Через некоторое время ты будешь наблюдать, что у тебя та, которая была 80% гоплогруппа, занимает 100% согласно нормального принципа. То есть та, которая более слабая по каким-то причинам, она взяла и вымылась из-за данного относа. Почему нет? Ну, кстати, хорошо сказал конфликционные заболевания. Да. Даже чума. Да, чума. Выпасила 90% чумселения. Что там осталось? Чума. Это тоже... Чисто произвольный остается набор гоплогрупп. Вообще чисто произвольный. Который вообще не соответствовал тому народу, который желает. Не знаю. На самом деле, я думаю, что такое процент получается, у тебя он такой. Неизвестно вообще, что там остается. Процесс вытеснения отдельных агелей, то есть отдельный гоплогрупп, он возможен, безусловно. Не знаю, я больше согласен вот это нельзя брать за какой-то серьезный аргумент. Я его и учитываю. Здесь просто есть еще такая вещь, которая просто даже смешно высказывает. Теоретически на большом времени один человек может расплодиться до уровня народа. Да, может. Правильно. И поэтому можно, наверное, обсуждать это не уровень каких-то завоеваний, а просто какой-то человек поселится на какой-то территории, просто с другого народа. То ли он сбежал, то ли он попал в кораблекрушение и пристал к какому-то острову, то ли что-то в этом вроде. то ли его взяли знаете, в свое древнее время очень было распространено, когда сыновей из чужих семей как бы делали ну, когда это как назывался там. Золжники были, да? Да, не манаты. Усыновляли когда-ли людей из других этих родов. Ну, такое было очень распространено, не обязательно что сыновья допустим каких-то там правителей или вообще даже в любой семье можно было установить просто сына из другого рода. И в этом ничего особенного зазорного не было. И это опять же если этот человек усыновленный будет жить в достаточно хороших условиях, он может точно так же породить на... это понятно, что... Это означает, что просто у тебя в чем тут проблема? Проблем состетет, что ты момент случайности вообще не осуществляешься. А в истории ты сам понимаешь, что в силу того, что мы живем в стихии... природа... это случайно... она на самом деле фундаментальна. Я его не рассчитываю ни отсюда, потому что народы достаточно большие. Народы большие. Я объясняю, на больших промежутах любой один человек может раскладиться до уровня народа. Может, практически. и наверняка это случается. И просто... И если... И опять же, это исключительно если работать с твоей парадигией, что каждой конкретной гопологруппе соответствует изначально некому идеальному состоянию отдельный народ. А разве это существенно для Ирия? Конечно, существенно. А как он определяет именно Татарь, что потом захватили? Нет, нет. А допустим, словно говоря... Я понимаю твою мысль, что просто приехал какой-то случайно Татарь, и на Рецполагене. Можно это рассуждать так, но... Нет, я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что на самом деле то, что Татарь представлена такой гопологруппой означает просто, что на этой территории жило много родов. И они как-то там смешивались там и постепенно образовали то, что называется народ. Подожди, можно? Понимаешь? Смотри. Причем... Подожди, я просто договорюсь. Причем народ определяется... Никто про генетику ничего не знал. Народ определяется общими культурными признаками. Единство языка, единство территории и прочее. Единство культуры, допустим, ретисты, религии, опять же, и прочее. И все. Просто разные рода там везде жили на одной территории. Стали народом. Подожди, ну вот допустим, если я говорю, что у турок современных там очень мало примерно там русских гопологрупп. Ну еще раз говорю, нельзя так говорить. Нет никаких русских гопологрупп. Подожди, я сейчас договорю. Это просто может означать то, что у современных русских и современных турок не может быть одного предка. Не может быть одного народа предка. И для этого утверждения, мне кажется, совершенно не важно. Соответствует... А где же у тебя методологи-то? Есть 350 гопологрупп, которые... Это изначально идеальное состояние, где каждой гопологруппе соответствует свой народ. У них есть единый предок? Они как это? Со звезды пролетели? Что-то там? Аль-де-Баран? Есть... Ну да, есть по этому делеву... А я так как раз хочу сказать, что совершенно не обязательно, что каждому... это самое... каждому гопологруппе соответствует свой народ. Я не знаю. Ты просто высказал эту идею. У него получается, что изначально есть идеальное некое состояние. И каждое гопологруппе Разве это важно? Не очень. Как это? Это важно, то, чтобы делать выводы. Не важно. Не очень важно. Ну, я вот полагаю, что так. Просто для того, чтобы говоря путем мутации, потихоньку наболочить... Если это не важно, если мы имеем тогда стадию народов, где объединены, многие роды объединены, да, просто чисто территориально, либо там культурно, либо там с помощью языка, то как можно высказывать в таких терминах тогда о каких-то завоеваниях? Когда произошло такой термин? Когда возникло самоосознание, что вот татары есть единство некого народа? Откуда взялось? Я подозреваю, что-то в XIX веке случилось. Ну, возможно. Ну, возможно. А как можно тогда говорить, что в каком-нибудь там, я не знаю, там, в древности, где там 12-й, там, типа, 14-й, как эти люди, которые жили на этой территории, точно так же были едины каким-то народом? Как это можно говорить? Как можно высказать? Может, там вообще другие люди жили? Ну, может быть, и другие. Правильно. Потом другие пришли, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Просто вот ты можешь только проследить единственное, что вот некая гопологруппа, которая вот мигрирующая, да, которая, на самом деле, непонятно каким образом, ну, вот, каждый человек, и это отдельные люди, да, изначально вот этого идеального рода, они ее разносили по всей, по всей, по всей этой уме. Да, да. И постепенно она распространялась среди людей каким-то образом. Ты можешь просто следить за тем, как гопологруппа развивается, а ничего про народы сказать не можешь. Потому что, еще раз говорю, народы, это термин, относящийся к культурно-историческим и языковым различиям, а не к различиям генетическим, который недавно только установлен, да, вот, и уже имеют такое современное... И это замечательно. Это означает, что их просто очень трудно фальсифицировать. У нас они недавно... Еще раз, еще раз. Я не знаю, может, я высказать, конечно, мысль у меня тяжело, потому что я, честно говоря, не готовился, у меня нету терминов специальных. Но, вообще говоря, если изначально каждый отдельный народ был носителем отдельной гопологруппы, то каким образом мы определим, как они смешались и стали теми народами, которыми мы сейчас называем их? Татары, 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 русские, русские и так далее. Как мы определим вот этот, как ты, каждый раз, как мы определим? Генезис имеет очень мало отношения к такому генезису крови. Тфита мало имеет отношения. Что говорите? А зачем, откуда вот это утверждение? Зачем оно нужно? Что каждый гопологический соответствует один род какой-то конкретно? Зачем оно нужно? А каким образом вы будете... Чем это нужно? Это нужно следующим образом. Каким образом тогда спускать нынешнее состояние разделения народов, в том числе и их генетические картины, вниз в историю? Как определить, что в истории эти народы эти свою генетическую картину сохраняли? Как доказать, что эта генетическая картина сохранялась в истории? Вот я говорю пример, допустим, с русскими и турками. Если, скажем, R1-A, R1-A1 у современных турок очень мало, то просто на этом основании можно сделать что у современных турок, у современных русских разные предки. Вот, еще раз говорю, аисики, разные предки. Так получается, что у людей вообще разные предки там, а у одних марсиане, у других там вообще один. Ну и так. Или у всех людей один предок? Биологически мы все один в рот. Ну, как уже в таком глобальном. есть некое предположение, что расхождение между гаплоглопами, оно для наших исторических промежуток времени, которые составляют сотни и тысячи лет, они выступают как некие константы. А на протяжении миллионов лет они действительно одна отщеплились и другой. Дерево хомосом действительно построено такое. И теперь не любым может его открыть и посмотреть. То есть, ты сказал, что, допустим, если взять последние 30 тысяч лет, примерно, то за эти последние 30 тысяч лет было 350 вот этих глоблопов. Ну, понятно считать, да. И они для исторических промежутков высыпают количественные константы. И вот условно на эти 30 тысяч лет не нужно. Нам, скажу, я тоже померил, да? Просто мы принимаем эти слуги. Ну, 2000, грубо говоря. Ну, 2000-то это почему? Ну, 2000-то для интервалов тысячи лет они выступают как кванты, как ничего сохраняющегося. Ну, можно так, но и нет. Только вы поймете логику, что он говорит. Он ведь говорит о том, что, например, вот тот народ, который нарисован на том, татары, да? Татары, да. Да, вот он первый для татар. Это означает, что если мы сейчас будем брать татар, то у одного будут гопологруппы Е, а других не будет вообще. То есть у другого будет Е и И, а других вообще не будет. У третьего будет Н, В, а других вообще не будет. Или будет Н, В, и Е и так далее. Вы же не понимаете, о чем речь идет. Да, да, да. Это означает, что каждый, что предположение о том, что каждый человек, ну, точнее, чтобы изначально были какие-то рода, которые несли определенную гопологруппу, это существенно важное дополнение. Потому что иначе вообще не понять, что такое народ. Это же вот не картинка отдельного какого-то человека, это картинка народа. А этот, а этот является конгломератом родов, грубо говоря. Народ является конгломератом родов. Интересно, вот такой вот момент. Давай. Давай. Если мы берем набор гопологрупп, вот нынешний, да, то есть ты говоришь, что в татарах взяли, вот посмотрели набор 1, N1. Да. Ушли нас 100 лет назад. Да. 100 лет. Да. Посмотрели кровь, взяли набор N2. Да. Как они друг с другом связаны? Ну, может быть, вот в этом наборе пришли другие люди. Это не одно и то же. Пришли другие люди, и набор-то 1. Один грудь захидают, сюда пришли, уже было влияние вот здесь другого народа. Уйдем еще на 100 лет назад, там пришел другой народ. Нет, у меня наоборот, понимаешь, у меня здесь вот стрелочка направлена в обратном направлении, а у меня стрелочка направлена в другом направлении, вот стрелочка вот так направлена. А, ну вот, грубо говоря, мы не можем. То есть у тебя, что такое, жили, грубо говоря, татары. Вот их, они были состоянием... Подожди, Игорь, можно маленькое замечание сделать? Никакие татари не жили. Жили отдельные люди отдельных родов. Вот они, два рода жили. Нет, народов нет еще. Это ЧП, а у вторых было 1 и С. Давайте вернемся в методологию, правильно. Были роды, они смешивались. И добавилось R1А и R1А1, добавилось, да, как ты пишешь, N2. Ну, допустим, да. Вот оно так взялось, эта штука и добавилась. А потом пришел какой-то политический процесс, и они все себя назвали татарами. Вот оказались татары. Примерно четыре ветви у них, четыре рода вызывали татар. Правильно, но тут татарами они в 19 веке стали, а ты пытаешься про татар говорить в отношении к завоеванию Стамбука. я думаю, про русских и про-про-татарок. У меня темы про-русские и про-татарки. Еще раз говорю, но это же славесная игра. Это у тебя нынешний. Хорошо, скажем... Это набор нынешнего? Да, это нынешний набор. Если мы вернемся на 300 лет назад, там вообще вот этих вот вообще может быть не было там. Вот этих не было, скажем. или этих не было, не вас не было. Вот это не важно. Если этих не было, то как у нас были? На основании нынешних данных ты говоришь о том, что 300 лет назад 300 лет назад. Этих не было, этих были. Откуда ты скажешь? 300 лет назад. Можно замещение стихи? Брауневское движение, что такое я слышал? Да. Ну, а тебе не кажется, что в отношении отдельных людей оно как бы тоже точно так же работает? А вот это. А Брауневское движение, знаешь, как это? Что могут быть такие процессы, на самом деле, где-то... Не обязательно же они с этой стихией. Они могут быть как-то направлены. Допустим, один народ вымирает, а другой народ растает. Нет, я с тобой согласен, что через некоторое время благодаря Брауневскому движению никаких народов не останется, и у всех у них будет какой-то там набор своих, все они будут случайно перемешаны. Но это такое будет со временем. Пока это не так. Я понимаю, что не так. Пока, пока старые времена, когда деревья были большие, расстояния были громадными, различные рода жили у единого, определенного вода не остались. Неизвестно, что будет. Мой вывод на правильное прошлое не совсем адекватен. Я пытался именно это же сказать. Ты что пытался сказать? Я и пытался сказать, что поскольку та картина, которая сейчас нарисована в современности, а в прошлом она каждый раз изменялась в силу того, что я говорю, что объединение покупает. Не только роды объединялись действительно биологически, но это нижний уровень. Они также объединялись еще и политически, и культурно, и объединялись совершенно немыслимым образом. Ну, случайно. На Волге, допустим, вдруг появилось мусульманство, и сразу же они отделились тем самым от христианских родов. Ну, естественным образом. Мусульмане с мусульманами, христиане с христианами. И еще какие-нибудь процессы происходили. Про государство вдруг возникло какое-нибудь. И сразу внутри государства свои процессы пошли. Если бы у тебя внутри родов ничего не было, у тебя бы тогда православных по Волжье и мусульман по Волжье, не генетическая карта была примерно одна и та же. Как у сербов и хорватов. Они католики, другие православные. Но с генетической точки зрения, один народ. И с точки зрения языка, один народ. Еще раз, ты опять постоянно занимаешься спекуляцией. Нет никакого понятия пока народ. Народ понятия современные. Группа. Он группа. Он без слова народ подставит слово группа. Он говорит группа. Группа людей. Ну, просто так как... Еще раз, это понятие, сейчас я там прибыло, именно политическую вопроску имеет и культурную. А то, что ты пытаешься в истории говорить, она имеет значение... Ты же пытаешься на генетическом уровне говорить. Это совсем другой масштаб. И, допустим, на территории той же там Балканских государств, там уже государства постоянно делились так, делились иначе. Там постоянно границы перекраивались. И, соответственно, как бы народы там перемешивались. И те, кто называли себя сервами сейчас, потом в другое время называли, непонятно, как они называли себя. Ну, что? И поэтому нельзя переносить современные названия на те... И с точки зрения современных названий делать выводы исторические, так что какой-то отдельный народ... Ты можешь генетическую карту современного серба составить? Современного серба? Не серба, а современного конгломерата людей, которые называют себя сербами. Да. Ну, я это называю сербами. Люди, которые... Конгломерат людей, которые называют себя сербами, называют сербами. Я объясняю, почему. Потому что он объединен и культурно, и политически. Ну, понятно. Ты взял, взял 10 тысяч человек, взял у них кровь, посмотрел, кивенька, плохого крови. Да. А если... Ну, это твой метод. Это все понятно. Я взял, посмотрел, я увидел. Это все понятно. Только сохраняется ли эта константа во времени? Об этом надо думать. Вот я предложил эту штуку, когда она не сохраняется. Тем не менее, какую-то... Если константа не сохраняется, то из-за того, что ты сейчас имеешь, нельзя делать выводы исторические. Глобально. Потому что надо методологию разработать, каким образом вообще рода двигаются во времени. Ну, разработаны. Например, я этому пытался предложить систему идеальных родов, и каждой группе соответствует один род. И когда они двигаются. Тем не менее, нормально. Ну, вот так и получилось. Что действительно, да, тоталии, вот они произошли. У них сильная компонента N1B. Это сильная компонента и есть одновременно в ее присутствии у Торок. Отсюда я делаю это широко, далеко от ущебов. Да. Точно так же это N1B, ты сказал, есть у кого-то, у Нецов. У Нецов, у Хантов. Да. Может быть, все-таки Нецов это Ханты и Мальси заплатили. А я тебе о чем говорю, что мужественные Ханты, героические Мальси и очень умные, высокоразвитые Нецы захватили Стамбул. Я тебе это и говорил. Еще в Молуте. Это же уже выглядит не шоу. И Ру, в Молуте на Боевых Маунтах, да? А почему? А почему так плохо думаешь о Хантах, Мальси и Нецов? Да. Не говоря уже, это так. Во-первых, когда... И Гоми. Мое представление о древности, что все-таки границы не такие жесткие были и какие-то отдельные рода могли переезжать и перемещаться. А зачем? А? Зачем? Я же объясняю. Во-первых, можно просто объяснять. Жил себе на берегу 709-х, а потом захотел, захотел и переехал в Стамбул. Зачем? Захотел. А вместе жители как тебе рады стали от этого? Люди по разной причине мигрируют. Они мигрируют и это потому, что их преследуют. Они мигрируют потому, что они там побайкали в путешествии и корабль не потепил крушение и они там остались где-то непонятно где-то. Или покупцы поехали закупать товары и их там заплатили в плен, а потом как-то там они обжились и стали жить. Или там подружился с каким-то другим народом и вместе с этим народом ушел. Это миллионы и существует причин, по которым люди по миру курсируют. Да, но я-то полагаю, что... Нет, нельзя взять такой источник, как в Библии. В чем тебе не нравится вот Ветхий Завет там? Сколько там народу постоянно мигрируют? От одного человека происходит целый народ. Ну а что, нормально? А другие народы просто перестают быть. Да, нормально. Ну вот тут гаплогруппы вообще никак не работают. Думаешь? Вообще не. Я думаю, что народу постоянно... Если народу от одного патриарха, то вот его гаплогубу ты будешь всю жизнь таскать с собой. Ведь народ у тебя, как чеченцы, или как Невердюйминэр Бисал, будут таскать себе одну и ту же сторону на гаплогруппу. Ты это увидишь. Возьмешь рукой? Хоп, да, ты там одно патриарху, все у тебя произошло, оказывается. Почему? Народ... Нет, подожди, это слово народ пока уберите. Есть только род пока. Давай, иначе позавтра... Народ, то политическое. Дети, женщины, мужчины, они будут выходить замуж и жениться на других женщинах и мужчинах с другими гаплогруппами. Ну что там? Какой там будет замес одному Богу известно вообще? Это совершенно не предсказывает. Это все у тебя какая-то семья, господинец. У нас очень четко сказал, в данном случае фундаментальный. Мы рассматриваем исторический процесс. Это потом, когда жесткие... Нет, тут вот что-то... Ты надо добавить, что ты можешь сказать. Надо добавить то, что... Потом со временем образовались государства, жесткие границы, паспортная система, там как бы самоосознание народа, культурная привязка к какой-то религии, к конкретной территории, к конкретному языку. И постепенно там образовалось то, что мы называем современным языком народ. Я как бы вроде татарин, а другой русский осознает себя. Но это случилось очень поздно. Понимаешь? А до этого я принадлежал, условно говоря, ну допустим, были какие-то там вядичи были там, да? Свою деревню принадлежал. Да, какой-то деревню я принадлежал, да, какому-то своему роду. А почему вы просто не допускаете такую мысль, что просто классификация появилась довольно-таки поздно, а, так сказать, до этой классификации люди жили и все? Люди-то жили, но мы же сейчас пытаемся... Ну ладно, что-то такое, но хочется... Просто я хочу сказать, что, как Влад говорил, какие-то, какие-то тупцы куда-то поехали, кого-то там в плен захватили, кого-то в рабство. Такие эффекты не могут нести никакого существа влияния на генетику и народов. Вот это вот я же объяснял, что про методологию. Это надо все доказывать. Это я тоже могу сказать. Я могу сказать наоборот, сказать все так. Или другое сказать, что такого не может быть. Откуда негры взялись в Соединенные Штаты Америки? Завезли массово. Помощном масштабе. Ты говоришь, не может ли это работать? Помощном масштабе. Массовом масштабе завезли. Я говорю про какие-то единичные случаи. А, подожди, вот возьмем Библию. Это народ, мы с ним, 40 лет где-то ходил, ходил и в другом месте поселился. И что теперь? Не может такое быть массово? Переправить. Массовый может. Мы знаем из истории. Это массовый. Мы знаем из истории. Но это тебе не купил. Великое переселение народов из истории известно. Такое случалось? Да. Я же тебе говорю про всякие кораблекрушения. А ты говоришь, что ты червихал, трехов в бред захватили. У тебя на генофонд никакого... Я еще раз сказал, на больших временных промежутках. Конечно, на маленьких временных промежутках как-то значения не имеет. На больших временных промежутках нет. За большим временным промежутком, естественно, и как ты сам говоришь, что было там постоянное движение родов, так сказать, его генетический материал, он растворится за счет этого движения. Как он растворится? Если мы... Ты опять не понимаешь, о чем ты говоришь. Каждый вот это, каждая каплогруппа, это может быть отдельный человек. Что там, в чем растворится-то она? Браво, хорошо. Ну все, а кто эти каплогруппы открыл? Когда? И на основании чего? Значит, я пользуюсь, если набираете генофонд, такой, по их, финансируемые нас даже нашими государственными структурами, где люди на инстайке собирают эти базы данных по всевозможному исследованию. Есть же программа. Когда открыли ДНК... Геном человека. И начали разбирать... геном человека, в том числе здесь тоже. А когда открыли ДНК, автоматически они поняли, суть их секретарь, хромосомы, и там появились запробовки. А, ДНК это после Второй Мировой войны? Да, после Второй Мировой войны. Сколько там? Локсон, Крик, кто там еще? Ну, во время, по-моему, войны. Нет, не могу. Локсон, Крик, и так далее, да. Это кто кто-нибудь? Ну, открывает ли его кто-то? Локсон, Крик, Уилкс. Локсон, Крик, Уилкс. Точнее, они не открыли не ДНК, а открыли пространственную структуру ДНК. А гаплогруппы, это что? Это какая-то характеристика ДНК? Значит, бывают двойные, когда у хромосомы все парни, а бывают гаплогруппы, то есть единичные. Вот гаплогруппы имеют отношение только к двум типам ДНК у нас в организме. Это Крик, хомосомы, она, потому что всегда одна, она непарная, половые хомосомы непарные. И мягкедриальная ДНК, она тоже непарная. Давайте только проясним еще ситуацию. Стас выразил такое мнение, что... Гаплогруппы, это можно потом выжить, гаплогруппы растворяются. Здесь я носитель гаплогруппы Е, и все мои сыновья будут носителями Е, и все сыновья моих сыновей будут носителями Е, и все сыновья моих сыновей и так далее. Она, в общем, масса народа растворяется. Непонятно. Здесь я, допустим, владелец Галемы, у меня стужен. Я имею хорошее положение в обществе. У меня есть возможность прокальнить мои дети. Право первой ночи, да. Право первой ночи и так далее. Ты в конце не думаешь, что это не такая случайность, которую можно... Право первой ночи это не случайность, это процедура завоевания одного народа другим. Я просто к чему говорю? А когда у меня какое-то корабле... Корабле... Крушение произошло случайное, то оно, конечно, растворится. Еще раз говорю, я... Ну как оно растворится? Я уже объяснил. Не может оно раствориться. Если я... Сила сыновья... Я буду носителями Е, и все-все-все потомки, которые произведут меня, будут носить Е. И, в принципе, получается, я могу стать родоначальником определенного рода рода. На большой промежутках... Это... Я не могу существовать. Сколько людей родится за это время? Ну какой муравьев? Я представляю... Еще раз говорю, если я, допустим... Я представляю твою ситуацию, это как у некоторых видов муравьев, которые сами муравейки не строят, или самка вылетела, бабац, полетела, оплодотворенная такая, и нашла другое муравьев другого вида. Туда поселилась, убила ту самку и начинает откладывать, собственно, яйца. А за нее эти штуки ее делают. В результате через время там происходит смена вида муравьев, и один вид муравьев сменяет другой. Примерно половина муравьевных видов тут так размножается. Например, я могу про Стамбул рассказать. Допустим, если вдруг случайно каким-то образом султаном, владельцем Гарема стал, допустим, чьи татарин, но случайно получилось, я уже знаю, каким образом, хитрым, то на самом деле, благодаря Гарему, благодаря своему влиянию, он может, на самом деле, встать в итоге, внести большой вклад в генетическую картину народа. В генетическую картину народа никакого вклада не внесет, потому что дети, допустим, от наложниц, они в простые людины не пойдут. Понимаешь? Правильно. И точно так же они будут... Ты пойми, Настаня, причем факт. Факт состоит в том, что простые люди мало живут, не имеют возможности много детей рожать и так быстрее погибают. Люди, принадлежащие классу Госпол, они имеют лучшие условия, они имеют возможность плодить много детей, могут им дать образование, могут дать им возможность дальше... Я тебе говорю, что... В конце концов, есть понятие, как бы видовой отбор, да? Да, небольшое количество завоевателей с финно-угловскими корнями... Подожди, чтобы все к завоеванию. Я понимаю, что у вас... А как ты еще к королям? Никак, никак. Случайным образом. Никак. Косяк к завоеванию. Один какой-нибудь король взял и усыновил какого-нибудь случайно попавшего к ним в качестве коронавируса. Мальчика там. Случилось таким образом, что у наследников не осталось. Он стал королем, и все. И стал родоначальником нового европа. Да, он назвал его пьяницей и сделал... Ну, как Екатерина оказалась в России? Ну, как? Таких может быть... Гарен остался императрицей. Нет, дело не в этом. Дело в том, что... Служил любовников. Нет, на всех уровнях это может случиться. Это может... Нет, это не только на уровне королей может случиться. На всех уровнях. Деревь, на уровне деревьев, на уровне каких-то областей. По Екатерине никак не повлияло на народ. Не говоря уже о том, что народы могут... Не могу сказать. У меня был природный брат. У природного брат повлиял, говорят. А может, не повлиял.